Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России по городу Павловскому посаду Московской области в связи с принятием федерального закона, в соответствии с которым с 1 января 2019 года налоговая ставка по НДС будет увеличена с 18 до 20%, всем владельцам контрольно-кассовой техники необходимо заблаговременно установить к 1 января 2019 года соответствующее обновление в программном обеспечении своей контрольно-кассовой техники, которое обеспечит формирование фискального документа с действующей ставкой НДС при первом расчете с 1 января 2019 года. Напомним, что в настоящее время в рамках действующего федерального закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов Российской Федерации утверждены обязательные реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности, к числу которых также относится налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость. Кассовый чек должен содержать не менее одного из следующих реквизитов. Сумма НДС чека по ставке 18%, либо 10%, либо 0%, или ссылка на отсутствие НДС, либо предусмотрена расчетная ставка налога. Обращаем Ваше внимание, что федеральным законом об увеличении ставки по НДС не предусмотрено какого-либо переходного периода для владельцев контрольно-кассовой техники. ФНС России по городу Павловскому посаду в Московской области уведомляет организации индивидуальных предпринимателей, применяющие систему налогообложений для сельскохозяйственных товаропроизводителей, о том, что с 1 января 2019 года в соответствии с изменениями, внесенными в Налогокодекс Российской Федерации, такие налогоплательщики обязаны уплачивать НДС. При этом налогоплательщики сельскохозяйственного налога имеют право на освобождение от уплаты НДС, при условии, что за предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученная от реализации товара при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется указанная система налогообложения, без учета налога не превысила в совокупности 100 млн. рублей за 2018 год, либо 90 млн. рублей за 2019 год, 80 млн. рублей за 2020 год и последующие годы. Лица, использующие право на освобождение, должны предоставить соответствующие письменные уведомления и документы, которые подтверждают право на такое освобождение в налоговый орган по месту своего учета не позднее 20 числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобождение. ФНС России по городу Павловскому посаду по Московской области сообщает о проведении на территории Подмосковья акции «В Новый год без налоговых долгов». И напоминаем, что срок уплаты гражданами имущественных налогов, исчисленных в 2018 году, истек 3 декабря текущего года. В случае несвоевременной уплаты налога за каждый календарный день просрочки начисляются пени, которые уплачиваются помимо суммы налога и независимо от применения других мер обеспечения и исполнения налогового обязательства. В целях соблюдения прав налогоплательщика взыскание задолженности с физических лиц осуществляется в судебном порядке. По истечению срока уплаты налога должнику направляется требование об уплате налога. Если и по требованию задолженность не будет уплачена, налоговый орган обращается в судебные органы с заявлением о ее взыскании за счет имущества должника, включая денежные средства на счетах в банках, с последующей передачей судебного акта в службу судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель, принимая меры по взысканию задолженности, может самостоятельно или по заявлению налогового органа также вынести постановление об ограничении выезда гражданина за пределы Российской Федерации. Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством. Для этого можно воспользоваться единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Услуга для зарегистрированных пользователей доступна в разделе «Налоговая задолженность». В этой связи, согласно старой доброй традиции, чтобы наступающий год был успешным в финансовом плане, надо встречать его без долгов. И накануне Нового года налоговая служба Московской области организует работу в выездных мобильных офисах. Наши специалисты помогут вам проверить информацию о наличии либо отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом, получить платежные документы в случае ее наличия и проконсультировать по вопросам налогообожения и мужества физических лиц и уплаты налогов. Мобильные офисы инспекции будут открыты Поздравляем вас с наступающим 2019 годом и пусть в Новом году вам сопутствует успех и процветание! Инспекция ФНС России по городу Павловскому посаду Московской области информирует граждан, имеющие активы и счета за рубежом, о том, что 28 февраля 2019 года – это последний день, когда в соответствии с Федеральным законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах, подав специальную декларацию в любой налоговый орган, включая Центральный аппарат ФНС России. Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца к реальному, без уплаты налога. Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и предоставления размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Специальная декларация». ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения подданных специальных деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для цели осуществления мероприятий налогового контроля. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова